Привет всем! Сегодня видео парфюмерное и включает в себя вот этого вот товарища, который я купила несколько месяцев назад, пару месяцев назад, и я уже приложилась к ним, он был в моей прошлой парфюмерной ротации. Хочу вам рассказать немножечко об этом парфюме. Это Fresh Sugar, Eau de Parfum. Почему я его купила? Поскольку у меня возник интерес, появился интерес к наслаиванию парфюмов. И для меня линейка Fresh очень похожа во многом на линейку La Vanilla. То есть это парфюмы, которые хорошо играют, хорошо сочетаются с другими парфюмами. И для меня это вполне себе наслаиваемый легкий парфюм. Почему я решила взять вот этот вот конкретный? Это их самый первый выпуск, Eau de Parfum. Я взяла в 30-миллилитровой бутылочке. И этот Eau de Parfum был выпущен в 2004 году. Я расскажу этому парфюму уже, ну не этой конкретной баночке, но выпуску уже больше 10 лет. Довольно долго держится на прилавках уже. И я понимаю, почему. С удовольствием вам расскажу об этом парфюме. Для меня это легчайший в носке свежий парфюм, такой спортзаловый парфюм. Если вы знаете, о чем я говорю, есть такие парфюмы, которые как бы легко очень носятся и подходят к таким вот свежим оказиям. Допустим, вы только что приняли душ, или это лето и жарковато, и нельзя ничего более интересного или тяжелого на себя надевать, в смысле парфюмерии, чтобы не задохнуться и других, и не задушить поблизости. Или такой спортзаловый вариант, как я говорю, когда вам просто нужно освежиться после какой-нибудь ходьбы, спортзала и так далее, и так далее. И это действительно парфюм совершенно свежайший. Был для меня интересным выбором на зиму, но я его комбинировала с другими довольно тяжелыми парфюмами, и мне очень нравится его комбинировать. Он фактически хорошо комбинируется практически с любым сладковатым парфюмом. Почему? Потому что здесь совершенно базовые ноты, сочетания, сочетания очень-очень базовых нот. Здесь есть немного белой лилии, это дает немножечко такую цветочную сноску в этом парфюме, но на самом деле, фактически, это сладковатая карамельная база, сильно освеженная лаймом. Здесь написано, что есть апельсиновые цветы, что есть лимон, но для меня это фактически лайм и карамель, этакая немножечко маргарита, как коктейль, свежий, чуточку цветочный, ну, совсем немного, свежий лаймовый со сладостью. Называется сахар, но я бы не сказала, что конкретно сахар, я бы сказала, что такой чуть-чуть горьковатый сахарок, как вот свежесваренная карамель, которая, конечно же, варится из сахара. Есть что-то такое, не подгоревшее, но более густое, не сахарное, а именно густое. Карамель это написано, что приправлена ванилью, но как бы ваниль я здесь не чувствую, я здесь чувствую именно вот эту вот сваренную густую карамель, я чувствую огромное количество лайма, и все это на такой, на таком бэкграунде, так сказать, небольшого количества цветочности, которые создаются действительно из белой лилии и может быть немножечко гелиотропа, но пудровость, которая присуща гелиотропу, здесь совершенно отсутствует, поэтому я бы даже не сказала гелиотроп, наверное, все же только белая лилия. Очень свежий парфюм, очень свежий, это все эти цитрусовые парфюмы, они в принципе кажутся, что на одно лицо, но здесь, мне кажется, есть задумка, почему? Потому что чем дольше носишь этот парфюм, тем более цветочным он становится и на хоже, и на одежде. Я думаю, что это все же не только мое восприятие, но я думаю, что практически на всех он будет таким образом носиться, в основном потому что он так носится на одежде. Это значит, что парфюм сконструирован так, что снашивается вот этот вот сильный цитрусовый налет и остается такая немножечко феевая вуалька из цветочно-чуть сладкого аромата, очень приятная. Поэтому мне нравится, что этот парфюм действительно мигрирует, в том смысле, что он не остается во время носки одинаковым на все время, пока он на вас. Он изменяется, у него происходит некоторая метаморфоза, это, конечно же, не кавковская ужасная метаморфоза, наоборот, очень такая нежная, душистая метаморфоза. Приятный цитрусовый парфюм, я не могу сказать, что это маска, я не думаю, что я его опять куплю. Мне очень нравится его упаковка, такая напоминающая, может быть, какую-то аптечную немножечко упаковку. Очень хороша, очень хороша упаковка, мне нравится упаковка, мне нравится аромат, мне нравится, как он носится, как он снашивается, очень прилично снашивается и достаточно долго держится для цитрусового аромата. Мне нравится композиция, она очень, опять-таки, легкая. Но этот парфюм не серьезный, и, честно говоря, я не могу сказать, что настолько оригинальный, что вы никогда не найдете что-то похожее. Конечно же, все эти цитрусовые сладкие парфюмы, они, в принципе, похожи. Здесь есть некоторая задумка с цветочностью, которая выглядывает из-под цитруса. В общем, весьма приличная покупка. Я не думаю, что буду покупать в будущем, но мне кажется весело поиграть, особенно если вы, как я, любите наслаивать ароматы друг на дружку. Это очень-очень неплохой выбор для этого. Он подходит фактически к любому сладкому парфюму, какой бы он ни был в вашей коллекции. Я пробовала его, может быть, с 10, может быть, даже с 12 разными сладкими парфюмами, и он прекрасно сочетался со всеми. Не было одного такого, где мне сочетание не понравилось или показалось противным каким-то. Я бы не, может быть, комбинировала бы с другими более весенними цветочными парфюмами, не думаю, что он их испортит. Но я думаю, облегчение вот этих вот очень сладких густых парфюмов – это хороший вид использования Fresh Sugar. Так что от меня получает пальцы вверх, но не думаю, что это что-то особенное или что-то, что я буду покупать еще. Но мне понравилось, вот и все. Пользуетесь ли вы этим парфюмом? Расскажите мне, если вам нравится или не нравится, или он показался вам скучным. Да, он может, наверное, показаться скучноватым, нету в нем такого изюма, который есть в некоторых других моих парфюмах, которые я использую десятилетиями. Но вполне-вполне приличный выпуск, на мой взгляд. И я понимаю, почему он до сих пор еще выпускается. Очень приятный, приличный выпуск. Итак, это все на сегодня. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok